Девушки отдыхают 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 И он, мне кажется, для сегодняшнего дня, в этом есть и ирония, и тревога сегодняшнего дня, он прекрасно сказал, он говорит, когда наступал 22-й год, и я там, справляли они его, и он говорит, давайте выпьем за здоровье, все, и Женя говорил, я хочу, чтобы этот 22-й год не вошел в историю, он говорил тогда, а теперь, когда в преддверии 23-го года, я хочу, чтобы он вошел в историю, 23-й год. И все понимают, каждый по-своему, в какую историю он должен был идти, а мне кажется, что мы понимаем это прекрасно, я за вас, за всех, дорогие друзья, кто нас смотрит, здоровья вам, мира в семьях, и за нас, за всех. Ну, красиво, нет? Я бы на этом и закончил, ну, по-моему, мне кажется, красиво, можем еще раз повторить в финале тоже. А-а-а! А-а-а! А нос-то мешает, извините. А вот так вот тоже сидеть, тут хорошо. А ты оттягивай, оттягивай вот так. Да-да-да, оттягивай. Выпил, а потом вернят, вернят, вернят. Это Серегины котлеты, прекрасные, сухие котлеты. Котлеты? Это великолепные, я бы не договорил. Не сухие, а холодные. Холодные, как в поезде. Они ни разу не сухие, не ври. Вот так. Выпускали, выпускали спектакль, винипуховские чтения. Идет, ну, Катя, не спойлеры, ничего. Просто, ты что хочешь взять? Нет, Катя, заходи в кадр, не бойся. Катюш, заходи. Катюш, да ну ладно. Катя, не бойся. Можно потрогать. Это Катя, в кадре Катя, случайно. Настоящая на ваш стол? Ну, просто на фоне сухих котлет. Что такое? Нет, ну, сейчас. Я пойду. Котлеты – великий консерватор. А вот сейчас, чтобы не было… А они из чего эти котлеты? Они из чего? А я вспоминаю. Они классические. Сейчас мы их погреем. Просто мне интересно сравнить. Нет. Нет, на правах рекламы, конечно. Ты понимаешь, Феди нету. Я боюсь, что цыгань может уйти. Ты сейчас дальше сравнивай. Нет, без всякой рекламы я сейчас открою сиренадку. Александр Анатольевич, вы знаете, что такое сиренадка? Это маленькая кефаль. Я хочу, чтобы вы попробовали. Это ты законсервировал? Да. Кстати, я-то завелся. На самом деле, надо отдать должное Сереге. Когда я в Кальтебеле попробовал его консервы… Да, нет, вообще сумасшедший. Я и завел это… Историю, да? Теперь Серега делает черти что, а я великий консерватор. Но я вам хочу сказать, что раньше была культура консервов. Понимаете, у меня консервы, когда учился, мама, с папой, дорогие зрители, я из Ташкента, если что. И мама с папой присылали баклажанку, которую сейчас я не ем. Ну, к сожалению, я не делаю. Но они ее делали очень долго. Это как… Баклажанку, в смысле икру? Баклажанную икру. Они ее делали, ну, для, может быть, консервирования долго. Но для такого… Александр Анатольевич. Рыбку такой икры с остриночкой, с кусочками настоящими. Это кефаль. Давайте наливать. Да. С удовольствием. Хорошо пошло. Какашка пошла, как дети в школу. Вы пьете фруктовую серегину, а я патриот своей хреновуки. Как дети в школу, это смешно. Как дети в школу, с удовольствием. Ну, говорит… Так вот, анекдот актерский, потому что к премьере был связан. Он говорит, Женька тоже рассказывала. Он говорит, ну, артисты взяли, те, кто были свободны. Пьесу взяли так себе. Режиссеры из Рязани. Сценография из подбора. Костюмы из подбора. А спектакль получился. Говно! Дорогие друзья, с наступающего. Но я не про нашу премьеру, не-не, Винни-Пуховские чтения. Нет, это на самом деле украденое. Разогрели? Да. Ж. Дело не хитро. А в мастерской, знаешь, как… До актерского анекдота говорили. За рекой жили мужики. Работали быстро, брали недорого. Получалось полное говно. Вот, это примерно то же самое. Вот, я же впервые ем. За 10 дней. Меня замечательные ребята. Посадили на диету. В госпитале, да. Похудели меня. Ты видишь, какой красавчик? Красавчик вообще. Надеюсь, караб. Я впервые ем. За 10 дней на 10 карабах. Настоящую. Суммарно за 10 дней до 2 захода. Ну, 8 с половиной веков. Я тебя научил. Телефончик, телефончик мне. Я даю. Я похудел на 25, но я еще хочу. Я помню. Ты набрал потом. Нет. И там мне рассказали анекдот. Без говна. Без говна не будет. Без этого всякого, да. Ну, он лечебный. Подходит сестичка к врачу. Говорит, Николай Иванович, в седьмой палате Григорьев, да? К нему надо психиатра вызвать. А что такое? Сутки лежит. У него в арду какая-то пищалка. И он сутки крякает. Ничего не надо. Все нормально. Он охотник. Одно утку просит. Самокритичный. Самокритичный очень. Нет. А туда в продолжение театра. Он, по-моему, известный этот анекдот. Но я его что-то или подзабыл, или совсем не слышал. Игорь, дай хлебушку. Что во время войны два администратора, ну, Великой Отечественной, два администратора стоят. И от Советского информбюро сообщают, что после продолжительных боев взят голод Брянск. Он говорит, кто же мне город, блядь, два зала по 300 человек. Тоже мне город. Я сегодня, естественно, посмотрел, чей год. Я до этого не знал. Вы знаете, какой? Зайца. Зайца. Нет, кролик или кот. Или кот. Почему-то, да. Можно и так, и так. Водяной кролик. Кролик и кот. Я прочитал РИА Новости. Вот что пишет РИА Новости. А мы им доверяем. Характерические значения. На смену символа тигра, переменчивого, коварного хищника, приходит кролик, спокойный, милый и дружелюбный зверь. И Новый год, 23-й, пишет РИА Новости, принесет в наш мир мир, процветание, благоприятные перемены и умиротворение. А перед этим, значит, был хитрый изборок. Хитрый изборок. Это не я говорю. Это не мы, это РИА Новости, во-первых. Это РИА Новости. Вот и верим. А я хочу за это выпить, потому что я вас зову на спектакль «Винни Пух и все-все-все», где кролик у нас. Один из главных персонажей, во-первых. И играет его Верочка Харыбина? Нет, Верочка Харыбина играет в сову. А кролик, друзья, это прекрасная РИА Новости. Все-таки молодцы, держатся. Да, держатся. Хотя бы оптимизм у нас. Из последних сил. Из последних сил. Давай. Вы знаете, что кролики нельзя их есть? Я вчера съел последнего, буду теперь все. Я тебя умоляю. На следующий год я клянусь. Можно есть тигра. Нет, ты доедай кроликов. Я помню, знакомый вам всем мой старший сын, когда был маленький, у нас кролик был. Он говорит, я не буду есть. Зайку жалко, плакал так бедный. Так. Да. Нет, нет, кролика не будем. А теперь. Давай котлету. Попробуйте котлету пополам, Александр Атольевич. Мне интересно, мне интересно просто, вот, если она, вы так много говорили о говне выше, если котлета говно, так и скажите, пожалуйста. Нет, подождите, подождите. Мы это вырежем. Подождите, одну минуточку. Давай так, до того, как я попробую. Я должен определить, из чего она, или ты мне скажешь? Нет, она обычная котлета. Мясная котлета. Да, мясная котлета. Ну, это очень интересно. Без ложной скорости, скажут, что моя котлета лучше. Ну, естественно, ты это скажешь, твоя сухая. Несмотря на то, что она холодная. Нет. Ты знаешь, что я хочу сказать, что в скорости разогревания и качество продуктов хорошо. Сочная, прекрасная котлета. Да. Уже можно купить на Азоне, на Вазберисе, Яндекс.Еда. Звоните прямо сейчас, и вам привезут. Великий консерватор. Великий консерватор, да? В 15 наименований уже можно покупать. А лучше позвоните меня. А скажи, а вы в котлеты добавляете картошечку одну? Я. Добавляешь? Три. Нет. А вы добавляете, дорогие зрители? Нет. Вкуснейшие котлеты. А вот, ностальгическая, личинка, сало. Да. Берите. Я не выпил. Я хочу выпить. Я хочу выпить, Завис Анатольевич, могу? Ну, можешь, конечно. Очень хорошо. Мы живем в свободной стране. Ага, вот пауза, пауза у него, да? Кто это? Да. Мы живем в свободной стране, кто за что хочет, за то и нет. Я, во-первых, Александр Анатольевич, прекрасный парень, замечательный друг, прекрасный актер. А вы не знаете, так молчить? И плохому не науся. Дорогой мой, за вас. А вы знаете, что я сейчас скажу пафосно, может быть, на слезе. Ну, так я иронизирую, конечно, но я действительно уверен. Когда так говорили, когда мы были молодыми, что, знаете, когда мои родители, что когда они не становятся родители у нас, и вот родители друзей заменяют нам. А это действительно так. Я поэтому, абсолютно, вы мои родственники, вообще, в прямом и переносном смысле. Нет, в прямом смысле, никакого переносного. Поэтому, дорогой мой, берегите себя. Ну, по происхождению это точно. По происхождению вы все брать. Один я русский. Давайте. Да? С богом. Ты, по-моему, как мои дети тоже. А, алло, Сашку не брали в еврейский детский сад. Вот насчет говна. Так, вот это бы хотелось чуть подробнее. Потому что у нас Новый год, вы затеялись говном, а это некрасиво, это грубо. Да. А если говно присобачить к Новому году, то это совсем другое дело. Да. Рассказываю. Был такой артист, всеми забытый, кроме меня, Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Ну, да. Я вас люблю. Он гений. Да, помним. То однажды мы с ним встречали вместе в Новый год в Доме актера. И с тех пор продолжалось мы редко убедиться, потому что он стал Смоктуновским. Я как был. То, о чем мы говорили. То, о чем мы говорили. Поэтому, значит, поэтому, ой, Шурочка, сколь боже мой. И улетал. Все, надоел. Да. Потому что, так все-таки, когда он мне был, я говорю, я тебя умоляю, анекдот, вот этот новогодний, я не могу интонацию твою поймать. Анекдот, когда-то в какой-то газете я читал интервью с Лешей Баталовым. А что вообще в мире делается? Вот интервьюрс. Школу-студию закончил. Да, замечательно. И он в интервьюрсе спрашивал, он сказал, какой ваш любимый анекдот, Алексей Иванович? Да. Он говорит, любимый анекдот может только быть у дебилов. Он мне просил рассказывать. Он новогодний, поэтому... Деревня настоящая, заснеженная до, значит, до Маковых церквей деревня. Изба, вот, печь раскаленная, предновогодняя, сидит старик со старухой, картошка, котёк, вот. И дед берёт очки на ниточках и читает письмо из города от внука. Вот, и он пишет, что я поздравляю вас с Новым годом, потому что... И вот сегодня мы в городе, а я всё равно, мне ночью снится, как я летом был у вас, как мы ходили с дедом на рыбалку, как бабка брала меня на покосы доить козу, как мы с жучкой купались на протоке, вот. Это самое, у него просто... И я так люблю, но сейчас вот Новый год, и все должны виниться и извиняться, я должен извиняться, потому что меня это страшно мучает. Вот, однажды, когда дед пошёл, значит, что-то косить, а бабка пошла доить, вот, а я был в насморке, меня не пускали, и я влез под кровать, вынул пол-литровую, значит, варенье, вишнёвую банку, открыл и всю её сьё, такое варенье. Я так испугался, не знал, что делать, и я туда накакал, закрыл и поставил. Я сейчас свинюсь, дед снимает очки и говорит, ну что, старая, я тебе говорю, всю зиму едим говно, а ты засахарилась-засахарилась. Так вот, засахарилась, и Иннокентий Михайлович никак не мог понять мой интонанс. Поэтому единственная роль, в которой я вышел с Мухтуновского, это засахарилась-засахарилась. Так это любимый анекдот с Мухтуновского? Да, я вам сейчас тоже расскажу. Так как с Иннокентием Михайловичем, прости, пожалуйста, давай, ты старше меня. Нет, у меня история про Андрея Александровича Миронова из Мухтунов. Да, 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 я, во-первых, не хотел сказать. Вы знаете уже это всё, да? Он знает, он участвовал, и я знаю. Это потрясающе. Может быть, кто-то из зрителей. Расскажи. Скорее всего, никто не знает. А вы решили уже, чтобы просто, у нас снимает 17 камер. Потому что у нас уютно. Короче, Андрей Александрович Миронов, уже состоявшийся, уже там и все бриллиантовые руки, и талет, всё, что можно, он сыграл уже. И он испытывал страшный пиетет перед Смухтуновским. И он говорит папе, как ты мне, слушай, ты с Иннокенем Михайловичем, ну и, может, в гости как-то, чтобы он ко мне пришёл. И папа позвонил, значит, конечно, конечно, я приду. И у Андрея роскошный стол, банкет, там это всё фирменное, как он любил всё, у него очень элегантное. И они сидят, выпивают, ну, везёт застолье. Иннокентий Михайлович. Да, Иннокентий Михайлович, шутят, всё весело. И Андрей, они единственный раз в жизни пересекались. Берегись автомобилей. Берегись автомобилей. Берегись автомобилей. Я за руль не сажусь. Да, 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 да. Я за руль не сажусь. Мы снимались, там, и вдруг, Ракетин Михайлович, да, Андрей, а как после этого сложилась ваша творческая судьба? Я думаю, это абсолютно в его, понимаешь, в его природе. Ну, конечно, Александр Тойчев получше знал, чем я, но... А как в дальнейшем сложилась ваша судьба? Ваша творческая судьба. Да, после всего. Берегись автомобилей. Даже я прикоснулся однажды. А я, дай расскажу. Давай. Значит, репетировали. Он всегда не соглашался на военные, к датам спектакля. И Ефремов его уговорил. Естественно, молодёжь, мы все участвуем. Не буду говорить фамилию режиссёра, известный всем. И он, конечно же... Как фамилия? Кшиловский. Вот, Псел Николаевич, дай бог ему здоровья, дорогой мой Псел Николаевич. Дорогой Севочка. Севочка. Я сожжусь очень подозрительной молодёжной кампании. Я пользуюсь случаем. Тебя поздравить и вспомнить, как, не знаю, как в дальнейшем сложилась моя судьба, но миллион брачной корзины Софико Чиорелли, который нам подарил. Вот, я тебя целую и обнимаю. Предаю слово. Сейчас очень хорошо, что несколько вставить кадров оттуда. Там роскошный, красивый такой марчелом настроение. Сейчас красиво несколько кадров вставить. Да, да, да. Из миллиона брачной корзины. Софико. Софико, да. Ну, это он обоскал нас немножко. Ну, ничего, не обратите внимание. Валерия, я тебя очень прошу, не говори соседям о нашей свадьбе. Ну, пусть всё будет в интимном кругу. Что? Уже вставлено. Уже вставлено. Так вот, слушайте, значит, Всеволод Николаевич Шиловский, ну, тут я про него ничем плохого не говорю, потому что, дорогой мой, а надо бы. И Всеволод Николаевич, ну, счастлив, что Иннокентий Михайлович, кого-то там политрука или кого-то, вот, Иннокентий Михайлович пришел с папочкой, надел, значит, очочки, вот, очочки, я так сейчас покажу, вот, и говорит, и там что-то мы читаем, застолье, вот, и он говорит, Севочка, ну, вот тут вот, ну, вот он говорит здесь это, а тут это, тут, ну, как это тут, вот это не сочетается? Ну, что-то такое, это актерские такие термины, Исеев, Всеволод Николаевич абсолютно не хотящий, не желающий ничего, не конфликте, он говорит, он говорит, Иннокентий Михайлович, я понял вопрос, ну, тут и ежу, понятно, здесь так-сяк, вот так, вот тут так, очки, футлярчик, ну, вот с ежом и репетируйте. И ушел? Ушел. Ушел. Может быть, Севолод Николаевич, этого не было, и я это придумал, не настаиваю на этом, но могло быть с ним, с ним могло быть, а Новый год, вот, я пока не забыл, потому что уходят мысли уже тоже не свежие, знаете. Тоже, тоже, в смысле, как и я. Нет, нет, это, я пью хренову, у меня очень свежие. Это ж 45, все-таки, это ж нихрена ухо. Я бы хотел, чтобы кто сказал Сергей Цыгарь. А ты тамада еще у нас сегодня. Ну, а, ну, послушайте, я не тамада, просто была пауза, я попросил. А может, я анекдот расскажу? Давай. Вместо того, поскольку анекдоты сейчас исчезли из нашей жизни, они только черпаются из интернета, я не знаю, можно такую историю сказать или нет, но, по-моему, она смешная. Идут по лесу Мальвина, Дюймовочка и Баба-Яга. По-моему, уже смешно. За это до три сестры, как говорится. Идут, вот, они идут по лесу, Мальвина говорит, я самая красивая девочка на свете. А Дюймовочка говорит, а я самая маленькая девочка на свете. А Баба-Яга говорит, а я самая отвратительная, самая мерзкая, самая ужасная Баба-Яга на свете. Идут они дальше и видят, написано, избушка правды. И туда заходит первая Мальвина. Выходит, плачет. Говорит, оказывается, есть еще спящая красавица. А потом заходит Дюймовочка. Говорит, оказывается, не я сама, есть еще, оказывается, мальчик с пальчиком, он еще меньше меня. Потом заходит Баба-Яга, выходит в изумление, говорит, кто такая Ксения Собчак? Кто такая? Ужасно. А? Ужасно. Ну, слушай, это анекдот. Да, это анекдот, это анекдот, не я придумал. А я за это пить не буду. Да, конечно. А мы не за это, мы за Новый год пьем. А мы пьем за Новый год. В лес. А анекдоты рассказывайте, приближенные к Новому году. Ну, конечно, я сейчас буду рассказывать. За что? А у меня есть пожелание, как раз связанное с Александром Анатольевичем, которое однажды, много лет назад, может быть, вы это уже забыли, мы сидели после спектакля там же тогда же, утром, после спектакля самолет как-то улетал рано, и все сидели. Вы пили с Мишей Державиным водку, Люба там занималась с Таней Догилевой, а я пил пиво. И вы мне говорите, пей водку, и мне вот стакан с водкой. А время, я говорю, я не буду в 5 утра пить водку, Александр Анатольевич. Я сказал, пей. Я говорю, я не буду пить водку в 5 утра. А Александр Анатольевич, я профессор ГИТИСа. Ну-ка, я сказал, пей подачу, пей. Я говорю, я не буду пить. Люба, он у тебя такой, да, интеллигентный. И все это происходило в аэропорту Борисполь. Чтобы связать это все, я бы хотел сказать, боюсь, что нам туда никогда в жизни уже больше не попасть, потому что это город Киев. Но если вдруг когда-то получится такая возможность, то очень хотелось бы вернуться. Ты выпьешь там водку? Выпью, конечно. Вот тогда, Александр Анатольевич, выпью все, что скажете. Только бы пустили. У меня анекдот в анекдоте, новогодний. Значит, это спектакль у нас был. И я Виталию Кухаеву, актеру Виталию Кухаеву, рассказываю новогодний анекдот, что сидит актриса перед зеркалом, новогодние спектакли, и она гримируется. Мишка, знаете эту историю? Там анекдот в анекдоте. И она гримируется, такая настроение не очень хорошее, хочет поднять себе и поет. Маленькой елочке холодно зимой, елочку взяли мы домой, бусы повесили, вставили в курово, вот весело-весело. Сколько же, блядь, я весело в прошлом году? Такой анекдот. Значит, люди смеются, люди смеются, Виталик смеется, проходит спектакль, я прихожу домой. Финал уже. Финал вообще. Я прихожу домой, Вера накрывает ужин, часов 12 уже, вдруг звонок, хайф. Я говорю, Виталя, с тобой, какую песню ты пел в анекдоте? Я говорю, что в чем дело? Я уже час пою, в лесу родилась елочка. Где там весело-весело? Он в компании, в какой-то, говорит, золотаречке рассказал, очень смешной анекдот. Гримируется, и начал петь, в лесу родилась, а там же дофига, 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 запишка зайка серенький, вот она-на-на-на-на. Они говорят, Виталя, ты с ума сошел? А это другая песня. Я говорю, это другая песня. Ну, короче, вот я вспомнил хорошую историю. Может быть, она не очень новогодняя, но тем не менее. Сидит мальчик. А ты знаешь, люди поговорят, поговорят? В парке. В парке сидит мальчик, у него вот такой огромный пакет, килограмма на два, конфеты, и он достает, разворачивает и ест эти конфеты. Одну, вторую, третью. Мимо идет мужчина, подсел, на лавочке сидит. Значит, и смотрит. А этот мечет эти конфеты одну за другой. Он смотрел, смотрел, говорит, мальчик, а тебе никогда не говорили, что столько конфет есть вредно. Он посмотрел на нее, говорит, мой дедушка дожил до 105 лет. Я говорю, ты что, я вот так вот ел конфеты все время? нет, он не вмешивался в чужие дела. Страшный, не говори. А что? А у меня были, я посмотрел, новогодняя была. Лет 5-6 назад меня позвали в программу «Утро» на первом канале, чтобы они там что-то готовят, типа какие-то. Говорят, есть прекрасный рецепт. Действительно. Кстати, я сейчас расскажу, можете сделать, это бомба. Это наш товарищ Юрисов привез из Италии. Берется корень сельдерея и режется вот тончайший, чтобы через него можно было смотреть. Слайсы. Слайсы, да. кладется... Тоникими, тоникими пластиками. Кладется, а, сначала на дно, на дно тарелку кладется прошутто или хамон. Ну, давай так. Ветчина. То на что, как блюдо готов. Тоже она же, тоже прозрачная. Сверху кладется вот эти ломтики сельдерея, сбрызгивается оливковым маслом и каким-то апельсином или лимонным соком. Все. Вот такая закуска. Ты ешь и худеешь. Перчиком. Перчиком. Ну, это уже... Короче, я говорю, вот рецепт. Они говорят, прекрасно. Потом говорят, ой, ну, это было лет 5-6 назад. Он говорит, ну, нельзя прошутто. Прошутто нельзя призносить. Я говорю, хамон. Нет, хамон. Я говорю, а давайте сало. Они смеются. Нет, конечно же, сало тоже нельзя. Я говорю, все, тогда тупик. Говорит, мы подумаем. Проходит час, звонят. Говорит, мы придумали. Я говорю, что, грудинка. В итоге, я это... Я даже попытался найти это где-то в архиве. Салат, знаменитый итальянский салат с грудинкой. С грудинкой. Итальянской грудинкой, да. Ну, это Карпаччо, в общем. Да, да. Карпаччо с грудинкой. Карпаччо там, я тебе не скажу, что это грудинка, говяжий Карпаччо. Ну, вот у нас на Покровке до сих пор, я вчера заходил, есть итальянский магазин, там висят эти огромные ноги. Зачем ты спалил? Теперь его закроют. конечно. Почему? Закроют теперь. Итальянский магазин. Яйцо крутое. Да, яйцо крутое. я хочу. А соль есть? Вот кривую, хочешь, я тебе дам руками? Соль есть? Руками. Соль есть? Я почищу тебе яйцо. Сейчас же сольки нет. Не так почему-то чистятся яйца сейчас по теме время. Не заметили? А ты знаешь что? Яйца не те. А ты знаешь что? Смотря как ты их приготовишь. Вот если их, у меня так получается, что если их вот прямо с плиты, когда ты варишь, в холодную воду и подольше подержать под холодной водой, то они чистятся. Я часа два-три держу. Ребята, я вам открою один неприятный секрет. Неприятный. Вот те яйца, которые очень хорошо чистятся, они не свежие. Свежие яйца вообще почистить не важно. Положи в холодную воду. Вообще говоря, яйца идеально чистятся тогда, когда ты их не кидаешь в холодную воду, ты их сварил и оставил. И они должны остыть. Вот когда они остывают, тогда они чистят. Про яйца просто я вспомнил, что мы же все YouTube, мы боремся за просмотры, нам это очень ценно. А есть старушка, по-моему, она старушка, которая варит яйцо. Ее само не видно, только голос ее. она искренне лет 5-6 назад сделала. Я сейчас хочу ей увеличить, просмотрим. Она взяла кастрюльку, положила яйцо, завела водой, поставила назад и говорит, вот я, значит, варю яйцо. Вот я его положила и вот оно там, сейчас еще вода не закипела. Ну вот, ждем. это длится минут 10. Закипело. Ждем, ждем, вот она варит, видите, она там плавает, плавает. Короче, потом оно сварилось. Все. И там что-то лет 5 назад было 4 миллиона просмотров у этого ролика. Но тоже есть знак просмотра. Если почитать комментарий, то все. Она рассказала, как сварить яйцо. Ее прокляли, понимаешь? Но как? Я думаю, что вот сейчас люди уже не будут досматривать финал нашей истории. Нет, финал будут досматривать. Я уже сказал. Так, вот у меня, естественно, подарки вам. От Деда Мороза? От Деда Мороза. Вы их рассмотрите получше. Посмотрите. И авоську отдает. И авоську отдает. Ну, достаньте пакетики. Мне же надо что-то посмотрели на них. Великий Катерат. Плод с говядиной. Ну, друзья. А где соля? Это для людей? Это все для людей. Представляешь? Солянка. Солянка. Это, которую я практически изобрел. Солярка сборная. Солярка. Друзья, Игорек, я тебе туда еще хреновухи дала. Это можно есть? Ну, ты попробуешь, потом мы снимем, как ты это... Я сниму, и тебе пошли. Бесстрогану в сливочном соусе. Солянка. И плов с говядиной. Мне, человеку, который ездит в Узбекистан, учить узбеков делать плов... А вот ты попробуй. Хорошо, я попробую. Ты знаешь, что мы можем делать? Ты можешь приготовить плов, мы его законсервировать. Будет плов, цыгаль. Ну что, друзья, выступает 23-й год, да, наступает 23-й год. Уже. Да, мы провожаем старый. Да. Бог с удовольствием. Старый всегда плохой. Всегда. А этот особенно плохой. Потому что, как говорит РИА Новости, это год коварного, злобного, поганого тигра. Правильно? Ты вот говоришь о старости, а вот есть такой замечательный поэт, недавно ушедший, Александр Тимофеевский. Знаешь, Саша, к сожалению, вы только помните, только по лужам, это самое, да, на самом деле, потрясающий поэт, афористичный, нероничный. У него есть замечательное. Насчет старости, знаешь, что такое старость? Старость, это сердце люди. Водка с праздника осталась, а ее никто не пьет. Страшная картина. Страшно. Ну, вот так мы и провожаем старый год. А все равно, с Новым годом. И, конечно, хочется пожелать всем здоровья и больше, больше улыбок и приходить в театр. А где твоя книжка? Игорь, посмотри, там папина книжка. Давайте разыграем еще книжку. Давай. Мы все разыграем. Отдайте мне. Чего разыграем? Книжка называется «Отрывки из обрывков». Я тебе подарю. Спасибо. Последняя папина книга, я ненавижу слово «Крайняя». Знаете, крайняя мерзость. Крайняя мерзость бывает. Нет. Вообще, крайняя плоть, крайний север и крайняя нужда. Все остальное последнее. Это последняя книга и будет еще 10-10. Вот. Мы разыгрываем эту книгу, надо придумать только конкурс. В прошлом году был стишок, посвященный нашему застолью. Мы не вручали, я каюсь. Стишок, посвященный говну. Ну, это... В хорошем смысле слова. Хорошем. А можно сказать, без слова говну. Давайте придумаем, действительно, говно хватит. Подождите, но вот билеты, понимаете, у всех ассоциируется Александр Анатольевич с сатирой. Да? Ну, на сегодняшний день. Давайте так, раз я уж МХАТ, у нас 125 лет на следующий год, откуда пошло слово «капустники»? Прекрасно. Ну, капустники, все знают, что такое капустники. А вот если быть современными и говорить про театр, так, действительно, я их теозаврю и знаю театр не первые сто лет, то иногда меня вдруг говорят, ой, снимите нас в рекламе. Хорошая реклама, там старик выходит, не может сесть, потом не может встать, а потом у другого. Я говорю, нет, я не снимаюсь в рекламе. Я сопряжался довольно долго. до того, как мы с Мишей стали гнать еду, я не снимался. И тут я понял, что надо сдаваться, потому что сейчас весь цвет театральной элиты снимается в рекламе. все худруки, безруков, Серегка Гармаш, Хабинский. Ну нет, вот Хабинского не было, и я держался. был, был, А сейчас, когда его назначили, замечательного артиста, назначили худруком твоего театра, он тут же круглые сутки с какой-то милой дамой, какую-то вялую импотеку, значит, я подумал, что можно соглашаться. Единственное, что, я хочу понять, все-таки так он, худрук Мхата, а что рекламировал кроме Горького и Чехова его тезка Станиславский? Вот. Да? Конечно. Об этом в стихах. Пожалуйста. Это хорошо. И за это, подожди, стоп, давайте оформим, люди сейчас что-то делать. И за это мы подарим. Кто-то, капустник тоже можно. Да, да. Что рекламировал Станиславский? Значит, и за это они получают, за капустник они получают, ну, сколько билетов мы разыграем? в Московском художественном театре? Да. Ну, на премьеру, спектакль на премьеру. Премьеру это год идет. Первый год это премьерные спектакли. Люди получают, ну, там, четыре билета, но на разные. Два, два победителя получают по два билета. Те, кто про рекламу стиха, сатиру. Сатиру на спектакль. Сатиру нет, вам хат еще два билета. Пожалуйста. 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 И, значит, тот, кто все-таки напишет стишок, как папа просит, про наши посиделки, исключив слово говно, подразумевая его, самый хороший автор, самый хороший стишок получит папину книгу с автографом и от меня бутылку фирменной хреновухи с нашими автографами. и вот эти недоеденные конфеты. Тогда от меня получат картинку. Вот. За что? За стихи. За стихи. Ну, мы же картинку и, я не знаю, могу даже подогнать бутылочку или консерву. Консервы я подгоню. Я всем подарю консервы. Великий консервант. Хорошо, тогда а вот, кстати, от тебя книжка не открыли. Не открыли. Понял. Если удержится без говна, то несколько куплетов про мочу очень скрасит интеллигентность нашего застолья. Слушайте, у нас был великий инженер по эффектам в театре, великий, Сашка умер. И он всегда говорил в конце, как у любого вечера, он говорит, ну что, Игорь Ильич, пизданем в конце. Поэтому я вас спрашиваю. Ребят, с Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Пусть он будет мирный, хороший. Ура! Игорь делает пиротехнический эффект. Ура! Так, ни хера. Ну давай, пробуй. Ну я кручу. Не пить или нет? Или что? Ну ждем. Ну подожди, ну как это? Так это дезодорант. Ну крути как-нибудь. Это дезодорант. Ну я, подожди, может нас что-то оторвать? Ну я кручу, посмотри, по стрелочке. Кручу в эту сторону. Сильно крути. Сильно крути. Кровать тебе между то, за что... Ну да я покрути. За что со жлебори делал. покрути. Блядь, я поставлю. Не управляйте. Не, ну что ты делаешь? Открывай. Так. Ну... Дайте, ну подожди. Тихо. У меня уже... Тихо, подожди. Сейчас у тебя все выпадет. Да это не в ту сторону. Да вот. Аааа. Ну ты видел, как жахнуло, а? Ну ты что? Жахнуло. Ооо. Старые, старые эти, пиротехники. Он покупает это все на горбуши, куплено 17 лет назад. Назад, да. Так у нас... Вот тебе, как сказал Александр Атош, вот тебе пиздец. Да, да. А что такое? Это вяленые помидоры. А вот я его заберу. Да, кролик. Да, еще хочу сказать, что мы виноваты, мы не снимали, практически не было выпуска всего в этом счастливом году злобного тигра. Да. Поэтому, а конкурс был, поэтому мы вручим приз и запросим конкурс. Сейчас будет очень много призов. Подписывайтесь, лайките, чтобы у нас был просмотр, как у старушки с яйцем.